Уже некоторое время назад начался мировой кризис, он сейчас в принципе заканчивается, и мы фармим, короче, архидемона, и в этот раз я срукожопил и набил только 437 миллионов. К чему я вообще это говорю? А про наш любимый фонтан желаний! Я уже ранее записывал получасовое видео нытья и не понимал, для чего добавили данную локацию, вот, и сейчас я немножко продолжу. Как мы знаем, как многие из нас думали, что фонтан желаний будет открываться во время мирового кризиса или хотя бы во время архидемона, но как бы уже мировой кризис заканчивается, архидемона мы добиваем, третий раз, кстати, уже подряд идет донат на архидемон. Сколько же можно? Все жалуются, какой ужас, как он надоел! Но с другой стороны, если добавят какого-то легкого архидемона, которого убьют за 2 часа, все равно будет куча нытья, так как много игроков не успеют его поломать. Вот, кто-то будет спать, кто-то будет на работе и так далее. В любом случае, неважно какого архидемона дадут, все равно будет нытье. Ребятки, нам с вами не угодить, ну тем более уж мне. Ладно, погнали! Как мы тут видим из описания, ангел призвал волшебный фонтан, чтобы наградить всех защитников, которые срадаются против архидемона. И когда этот фонтан откроется, когда мы уже срадимся с архидемоном, да, когда уже архидемон будет сражен, срадон, или как тут лучше, правильнее читать. Вот, потому что архидемон-то открыт, а фонтан закрыт. Конечно, оттуда награда не всегда радует, там чисто рандом, может быть что-то и полезное, а может быть полная ерунда. Но сам факт очередной раз я убеждаюсь, и разработчики доказывают то, что они добавили эту локацию, непонятно для чего. Просто, чтобы она была, друзья. И на самом деле это достаточно грустная ситуация, и меня это бомбит. И, блин, ну жесть, ну ребята, ну как так можно? Ну не добавляйте вообще локации, сделайте какие-то приятные штучки в игре, я не знаю, улучшите что-то, поменяйте награду на арене, в конце концов. Уже сколько времени ждем? Да, архидемон есть, фонтана нету. Ладно, друзья, мы-то что, мы думали, что это, да, типа вот так вот, короче, типа во время архидемона он должен открываться. Но я покопался в предложке группы Битва Замков Ютуберы, да, там подписчики могут предлагать свои новости. Ссылочка, кстати, на эту группу будет в описании, мы с Русланчиком ее когда-то давно создавали. Вот, ну и нашел там вот такой вот пост от игрока, да, он обращался в техподдержку. Добрый вечер, скажите, когда заработает фонтан желаний и какое у него время бездействия? Что мы видим? Ответ от техподдержки. Здравствуйте, фонтан желаний является временным событием, не имеющим фиксированное время работы и фиксированное время ожидания. На данный момент точных данных по этому вопросу нет. За всеми новостями вы можете следить в нашей группе в социальной сети ВКонтакте. Кстати, ссылочка на официальную группу у меня дефалтом стоит тоже в описании под видосом. Хотя, хер ли она там стоит, мне же никто не платит, елки-палки. Ладно. Карнавали события или на форуме? К сожалению, мы не располагаем более подробной информацией. Вот такие вот дела. По сути, разработчики и техподдержка сами не знают, когда должен открываться этот фонтан желаний. И вся наша бомбежка, опять же, тоже бесполезна, потому что, еще раз читаем, фонтан желаний является временным событием, не имеющим фиксированное время работы и фиксированное время ожидания, друзья. То есть, ну, ну такое, знаете. Опять же, у меня один и тот же вопрос. На хрена вообще добавляли эту локацию? Ребята, ну вот зачем? Китайцы, вы чего? Чем вы думаете? Реально, вот просто, типа, я понимаю, если бы... Хотя нет, я на самом деле ничего не понимаю, но просто факт остается фактом. Я лично забил уже на этот фонтан желаний. Чисто насрать, он откроется раз в месяц, нам дадут какую-нибудь там слизь или карту смены таланта и все. И супер, супер прошлое обновление у нас было в игре. А сколько хайпа, добавляли картинки, снэкпики этого фонтана. Вот, и что? И на хрена? Вот на хрена все это дело? Ладненько, друзья. Идем дальше по новостям. Сегодня, как вы знаете, 1 апреля. У меня была идея некоторого розыгрыша, но, к сожалению, не сошелся я по времени с этим делом. Вы уж извиняйте, в этот раз я не буду вас обманывать, разводить. Также в предложке, в Битва замков ютубера, парень предложил постик вот с такой вот картинкой. Это типа снэкпика, типа нового героя в битве замков. И что тут можно сказать? Во-первых, сегодня 1 апреля. Во-вторых, ну, как бы это скорее всего фейк, потому что, я не знаю, я, конечно, не сильно перед записью видео копался на форуме тайваньском. Но инфы я там никакой не нашел. И тем более такой картинки. Возможно, это просто какие-то умельцы битвы замков, да, игроков замутили такую штуку. Потому что вызывает множество вопросов. Первый вопрос, конечно, то, что 1 апреля. Второй вопрос, то, что этот герой пипец как похож на какого-то героя из Доты. Все в комментариях начали бомбить, что чуть ли там не 95% совпадение с героем из Доты и так далее. И я предполагаю, что, возможно, это фейк, а не новый герой. Но, по сути, дико вообще насрать. Неважно, какая здесь была бы картинка, все равно, ну, то есть, инфы больше нет. А картинка самого героя зачастую нам не дает понять вообще, какой герой хороший, имбовый, плохой, интересный, неинтересный, скучный. Или донатный. Или просто за самоцвета, или за значки подсчета. То есть, как бы, ну, такая новость, и причем она, скорее всего, фейк. А насчет бомбежки тех ребят, которые играют в Доту, вот мне дико насрать. Пускай вообще IGG всех копирует героев из Доты. Вот мне так насрать, и вот так, я такой болт на это, если честно, клал. Я в саму Доту не играю, а даже если бы играл, я бы даже порадовался, что в двух моих любимых играх одни и те же герои. Но, опять же, говорю, мне кажется, что это фейк. Потому что я мутноглазый, не нашел, короче, инфы по поводу данного героя. И этой картинки тоже не нашел на форуме. Ну, может быть, после видоса, покопаясь получше, найду какую-нибудь более подробную информацию. Но мне кажется, это фейк. Вот, потому что, ну, герои пипец, реально похожи. Один в один только здесь, короче, на лбу этого нету иероглифов. А из Доты, чувака, есть иероглифы. Ладно, в принципе, на этом наши такие маленькие новости закончились. И у меня третья новость. Вчера я пытался записать видео того, как я прокачиваю своего крутого, наилучшего, вообще сумасшедшего душегуба. И, как бы, перед этим я сутки не спал. Еще целый день провел в Риге. Там ходил по делам, по городу, короче. Я неделю назад разбил себе бак. Вот этот вот, как его, субтанк, да. И я ходил по городу, искал стекло, чтобы заменить. Потом себе там всякие штучки, финтиклюшки покупал, короче, для этого всего дела. Ой, у меня заглючил, короче, хромакейн. Но это, ладно, не важно. И, короче, было дело до хрена, с ребятами встречался, там, фишечки, муточки обсуждали, короче. Вот. И сутки, не потом приехал домой, решил запилить видос по поводу душегуба. И то ждал где-то до 12 часов ночи, когда там у меня все откатается и прочее. Пятое-десятое. Начал записывать, короче, видос про своего суперкрутого душегуба. И во время записи видео начал просто вот так вот засыпать. Я не знаю, может быть, отрывочек сейчас этого видоса вставлю. Но я не то что не решился данное видео выкладывать, там, где я начал просто засыпать во время записи видео. Так я до сих пор боюсь смотреть. Вы просто представьте, я начинаю считать своих героев со второй эволюции, да. И такой, знаете, 3, 6, 9, 12. И все, я уже дальше, я не могу сосчитать. То есть к 12 прибавить 3, чтобы у меня получилось 15. Вообще, короче, была полная жесть. И давайте, добивайте паладинов. Вот, все. Давай, еще один остался. Вот, это сегодня 6 урона от Анубиса. Вот. Почему сказал сейчас от Анубиса? Хер его знает на самом деле. У меня от Анубиса нету. Игры, мне уже начинают какие-то сны сняться. Я тут вроде и за волной наблюдаю, но при этом я такой проваливаюсь куда-то постоянно. И, короче, приснился мне, видать, сон, что у меня на аккаунте появился Анубис. Грустный сон, ребятки. Ладно, друзья, не буду вас больше задерживать. Просто как бы решил вам рассказать о том, что выполнил очередную ачивку. У меня теперь, ну, реально, все больше и больше героев со второй эволюции. Это 9, 12, 16, подожди, я что-то запутался. 9, 12, 15, далее. Так, 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 15. Ну-ка, глянем, сколько у меня уже вторых эволюций на аккаунте. Давай, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 17 героев, короче, со второй эволюцией. Вот так вот, ребятки, потихонечку, потихонечку, аккаунтик, аккаунтик. В том видео я прокачал своего душегуба. Это давайте я сейчас почитаю еще раз на свежую голову. 3, 6, 9, 12, 15, 16. Вот, душегуб у меня уже 17-й герой со второй эволюции. Как обычно, я по дефалту ему сейчас прокачал 8, 10. Конечно, ему девяточка была бы намного красивее смотрелась бы. Такой самый оптимальный талант. Но, к сожалению, я сейчас всех подряд героев погоню на вторую эволюцию, нужных мне, да, и для архидемона, и для других локаций. И, как бы, при том, что я качаю параллельно седьмой гарнизон синий, для меня будет излишним расточительство, если я со старта буду всем прокачивать 9, 10. Не забывайте, да, что у меня тут большинство основных героев вообще на максимум прокачено. Вот, и, наконец-то, пришла очередь душегуба. Также ему и талантик разбросик качнул на 7,8. Это, в принципе, такой, ну, оптимальная прокачка таланта для разбросика. Потому что, как бы, не знаю, череп у меня, конечно, разброс 8,8. Но, в принципе, если бы я сейчас мог вернуть время назад, я бы ему и не качал бы 8-й разброс, если честно. Вот, потому что на битве гильдии я его в атаке не использую. Короче, все волны пройдены. У меня, как бы, в локациях там мало где используется. На арене я его тоже не использую. После прошлого моего видео, когда я прокачал Леди Лео, вот, на вторую эволюцию, у многих началась бомбежка. В гильдии меня начали дико троллить, что я не прокачал, к примеру, душегуба, которого я использую во многих локациях, да, прокачал Леди Лео, которую использую только в одной локации, в забытой битве. И начали меня троллить, что я лошара. Не, ну то, что я лошара, я признаю. Но дело в том, что я знаю, то, что мне, как бы, Леди Лео вообще должна была быть последней в очереди прокачки, да. Но не забывайте то, что я качаю героев, как хочу. Даже если это неправильно. Мне просто в кайф, и Леди Лео на моем аккаунте давно заслужила того, чтобы быть прокачанной на вторую эволюцию. Вот, и пускай она меньше используется, чем душегуб. А вообще можно, как бы, отметить тот факт, что мне даже сейчас не душегуба, не Леди Лео нужно было прокачивать. Мне нужно было прокачивать вообще хранителя, вот, который вообще, ну, самый нужный и полезный герой, да. Мне нужно его было прокачать раньше всех. Но он у меня будет почти в последней очереди. Он у меня будет прокачан после Малыша Ника и Ведьмы. Вот, потом пойдет хранитель, и после хранителя пойдут уже герои прокачиваться для Архидемона. Ну, вот просто у меня такое вот, извиняюсь за выражение, ну, матом не хочу крыть. Ну, это свои тараканы в голове. То есть ты знаешь, что то, что ты делаешь неправильно, но ты качаешься так, как хочешь, просто качаешься в кайф. Вот, следующим героем у меня, наверное, пойдет эта ведьма прокачиваться на вторую эволюцию. Ладненько, забалаболился я. Вам вроде как бы все объяснил. Кстати говоря, у меня еще слизни остались после того, как я этого душегуба качнул на 8 и 10, да. То есть теперь я могу какой-нибудь гарнизончик синий всунуть уже, всунуть ресурсы, посмотрите, оп. То есть мне где-то еще понадобится 14-13 тысяч кристаллов героев, и у меня будет еще на одну башенку с седьмым синим гарнизоном больше. Нормальненько, нормальненько развиваемся. Уже приближается тот момент, когда у меня светофор из башен будет полностью прокачан на семерке, и я смогу вздохнуть спокойно, камень с души упадет, и мне вообще будет пофиг, и могу все кристаллы героев спокойно сливать на именно героев. Далее, касаемо душегуба. Душегуб у меня используется в забытой битве. Вот, давайте посмотрим. Можем даже протестить. Вон, вчера одну попытку тестил. Вообще невыгодно сейчас, конечно, идти на все это дело. Создать команду. Пачечки будут, наверное, скоро перерабатываться. Обращусь к Сереге Никишину, чтобы помог, потому что он так, ну, в забытой битве очень хорошо шарит. Ну, по крайней мере, там и в топе был в забытой битве и так далее. Он мне обещал помочь. Но это будет, когда я прокачаю всех героев для забытой битвы на вторую эволюцию. Так, вот у нас пачка. Раньше была грустная пачка. Хоть здесь три героя с реанимацией пятой, но со второй эволюции был только Вальтор. Потом к нему я добавил со второй эволюции Капитана Дрейка. И постепенно прокачалась на вторую Эвла. Медуза прокачалась Леди Лео. Вот теперь прокачался Душегуб, что не может не радовать. Теперь здесь все герои со второй эволюции. Ну, пускай, конечно, два героя на 10 и 10 прокачаны, а три героя прокачаны на 8 и 10. Но это не суть. В принципе, в принципе, наконец-то в забытой битве у меня что-то начинает вырисовываться. По крайней мере, уже не большинство героев с первой эволюции. Давайте-то протестим попыточки. Одну попыточку или две протестим. Пойдет это все дело второй пачкой. Здесь у нас... Оп-оп-оп-оп, да. Оп-оп-оп. Изи-изи шот. Изи шот топ-плеера. Ну, тут у меня, как бы, не самые сильные противники, потому что я там в начале недели сливал... Так, в начале недели я сливал конкретно, короче, попытки в этом, в забытой битве. А сейчас я не вечером фармлю забытую битву, а уже непосредственно... Непосредственно я фармлю все это дело днем и, как бы, выгоднее вечером фармить. А у меня, сволочь, короче, хромакей продолжает глючить. И меня это, сука, дико бесит, короче. И реально уже час перед видосом настраивал твою ж дивизию-то, а! Че тебе не нравится, сволочь? Я все, блин? Мне че... А это, знаете, потому что это... Можно вот так вот, в принципе. Я могу вот так вот, короче, видос записывать. Вам нравится? Ииииии! Хе-е-е! Вот, ну ладно. Ладно, ладно, плохая шутка. Давайте хоть... Слушай, ну жопа! Ну это, знаете, потому что у меня сейчас дневной свет и очень все трудно настроить, короче. Как-то... Как жить дальше, а? Как вообще жить дальше, а? Давай вот так спрячем, короче, косяки. Типа, у нас все хорошо, да? У нас ничего не глючит. Отличненько. Отличненько. О! Будильник. Час дня. У меня будильник заработал. Отличненько. Опять же, отличненько. Слушай, твою ж дивизию! Че он так глючит, а? Вообще жесть, короче! А! Слушай, может мне вот так вот видос проводить, а? Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот меня вообще не видно будет. Да твою ж мать! Как меня это все бесит! Я даже это вырезать не буду. Вот, чтобы вы знали, как это все происходит. Почему? 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 Слушай, короче. Я сейчас что-нибудь буду ломать. Я буду превращаться в Халка, крушить. Ну, вот так вот вроде терпимо, да? Ну, хорошо, давайте вот так вот. Ладненько. Ну, вот. Да, да. Все, ладно, погнали. Че я хотел делать? В забытой битве, в забытой битве, в забытой битве. Ну, давайте еще раз в забытой битве попыточку откатаем. Шинжиро. А, ну-ка. Да что ж ты, твою мать! Да как так-то? Нет, и что? Блин, мне надо, походу, окна все закрывать какой-то... Короче, надо окна все закрывать какой-то хероборой. Я не знаю, и так тоже все глючит. Слушай, может так не сидеть, короче? Ну, и срать, типа, на все, и я не знаю. Оп, 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 оп. Короче, жесть. Короче, я не знаю, как дальше. Жить, ребята! Не знаю, буду так сидеть. Ну, вроде еще терпимо. Все, ну, давай так. Я надеюсь, не заглючит это дерьмище. Так, ладно. Просто, видите, привык ночью снимать. Ночью темно, там можно свет выставить. А тут дневной свет, такой свет. И все это глючит. Так, попыточку. О, берлога, нихрена. Вот тут я, короче, получу пиздюлей, я думаю, от этого чувака. Вот. Опасный ник. Серьезный игрок, наверное, да? Да, и тут я, конечно... Ну-ка, давай. Ах, ах, у меня там медуза. Фу, ты у меня там ведьма с первой эволюции. Это, конечно, грусть, печаль, тоска. Ну, чё, я тут тоже солью. Душегуб нужен мне в этой пачке для чего? Чтобы он стрельнул по аресику, и аресик не смог бы включить свое умение, да? Так, здесь у меня такая самая слабая пачка. Хотя когда-то была самой сильной. И чё я тут? Да, Владу, Владу дайте включиться. Суки, может, надо рун туда реанимации всем зафигачить? Всё равно у меня ремка нигде толком не используется. Ну чё, смотри, чё-то держится. Ну, держались, держались. Красавица держалась до последнего. Слушай, мы затянули. Ну, мы красавчики, красавчики, красавчики. Лань, о, тут ещё тысяча двадцать. Давай-ка сюда, пойдём. Пойдём. Где я ещё хотел протестить? А, вот, чё ещё хотел отметить. Что у меня, это моя дура, короче, гарпия, уходит на второй план. Вот. Её во всех локациях будет заменять теперь, скорее всего, душегуб. По поводу гарпуши, мои милые гарпуши, я потом запилю отдельное видео, расскажу вообще её историю на моём аккаунте, как она мне помогала и как она сейчас превратилась для меня в бесполезного героя. Ну, это будет уже тема для отдельного видео, потому что сейчас, как бы, душегуб у меня пойдёт, пойдёт. Вот, к примеру, давайте отметим, да, как я ждал долго душегуба, ёлки-палки. Даже отбивая, короче, в королевской битве алтари, блин, очень часто не хватало душегуба нормального. Так, пустошхался. А, ну вот, создать команду, да, это архидемон команда. Здесь, раньше, вместо душегуба стояло с разбросом гарпуши, теперь будет стоять душегуб. Я надеюсь, сливы на адском саммите уменьшатся, ну, хотя бы процент сливов уменьшится. Далее, арена, ребятки, тоже использовалась, ну, как бы ещё вопрос, да, что выгоднее использовать. Гарпию или душегуба на арене, да, ну, вот, очень много игроков в топе арены часто используют душегубы. А, как бы, а я использовал гарпию. Гарпия тоже неплохая, она хорошо себя показывает, но, возможно, у меня не самый лучший для арены на гарпии талант, это разброс седьмой. Не будем забывать про то, что у гарпуши скорость атаки достаточно маленькая, вот, и разброс такой не самый лучший талант для неё. В ныне, в нынешних реалиях игры для моего аккаунта. Так, здесь мы слили, но я даже не знаю, что у меня там за пачка была. Давай ещё раз попробуем, я пачка тут, да, не, у меня тут пачка такая, типа, должна была выдержать, это с горгулом такая серьёзная пачка. Ну, давай ещё раз, может, рандомчик, рандомчик, не, ну, смотри, его, блин, вальтор раньше включается, что-то я не вижу, чтобы у меня медуза срабатывала. Может, вообще медуза моя не стоит. Херь какая-то, в лоб я его не могу. В лоб я его не могу, и это, знаешь, это достаточно грустно и странно, если у неё какой-то варлок стоит. Так, не, медуза у меня здесь стояла, давайте изменим настройки, ладно, ну, сольём все попытки одному парню. Вроде топовый игрок, ему и проиграть не обидно. Так, Валя. Капитан Дрейк нравится на арене, но... Сейчас мы тестим душегуба, так, возьмём горгула, вот, чтобы лечил Ареса. Блядь, так, и душегуба, несколько секунд осталось, всё, успел. Ну, попробуем его в обход сделать. Ну, видишь, конкретно так, конкретно, блин, моментами не хватает варлока, короче, с реанимацией пятой, потому что, видели, вот сейчас варлок его как жёстко замедлил моих героев. Они даже, ну, тупо, даже моя медуза, да, с пятым бегом, короче, и меч-молния у неё, короче, талант, фут и артефакт. Она ни хрена не успела сделать. Ладно, пошли, короче, на другого парня, не одолеть нам гаджи, вот, а сливать целую тучу попыток на него, подбирая, подбирая состав, которым мы его сделаем, да, не хочется. Тем более, сегодня хочется вот именно душегубы проверить. Слушай, здесь меня тоже натянули. Здесь вообще неудачное какое-то видео. Вчера заснул, сегодня меня на арене просто, вот, вот, вообще без, без жалости какой-то. Хотя, я, может, там артефакты не расставил. Да, да, короче, всё, нормально. Потестили душегубы, вот, ни хрена у меня не получилось. А вчера на видео я там вроде нормально понагибал, короче, на арене, а сегодня вот так вот меня нагибают. Далее, что хотелось бы отметить. Душегуб мне также поможет и на угольной армии. К сожалению, угольную армию мы ещё долго не увидим. Вот, потому что душегубы мне порой тоже на угольной армии не хватало. Где-то, может, нам его затестить, а, затестить, где нам ещё можно... А, пошли, посмотрим его урон в королевской битве. Вот, по нашей старой доброй традиции. У нас паладинчик. О, кристаллики. Третья пачка. Создать команду, изменить настройки. Давай, одного душегуба. Я бы на него с удовольствием поставил руны утекания, какой-нибудь четвёртый сетик. Но дело в том, что у меня этих руны утеках не хватает. У меня стоит четвёртый сет на... Вот так, 15 тысяч, что-то наносит, 16. Но он не на демак у меня сейчас собран. Он у меня, то есть, руны оживы у него стоят. И стоит у него... Кстати, не знаю, какой артефакт. Но точно не топор раздора. Вот, возможно, глазгору до какого-нибудь стоит. Ну, так вот. Чё я хотел сказать? Я уже забыл, чё я хотел сказать. Чё я хотел сказать. А, вот, я бы поставил ему руны утекахи, да? Чтоб подольше жил. У него скорость атаки высокая. Но, блин, не хватает мне руны утекахи. У меня один сет стоит четвёртый. На вольторе там полный четвёртый. И неполный четвёртый стоит, короче, на черепе. Потому пускай бегает душегуб соживый. Хотя можно его, конечно, на демак собрать. Всё ему всунуть. Руны бога войны, короче, топор раздора. Но всё равно супер урона мы там, ребят, не увидим. Потому что, во-первых, данный герой не прокачан на максимум, ребят. У меня хромакей продолжает глючить. Слушай, такое самое первое ужасное видео у меня с такими глюками. Даже на стримах не глючит. И, то есть, супер урона мы там не увидим. У него там, знаете, как бы нет смысла его так тестить. Здесь просто посмотрим. У него задача другая, знаешь, делать дебаф. Снимать энергию героев. Ломать варлока. Сейчас его убьют. Я даже не заметил, что он в рейдах, какой урон наносит. Конечно, душегубчику можно какой-нибудь бастиончик, да. И, как бы, на защите, да, у некоторых игроков, когда ты ставил душегуб, и он меня откровенно бесил. Ну, посмотри, умудряется без всякого крита 34 тысячи урона наносить. Даже если мы его собрать на урон, то, я думаю, там он стабильно будет по 50-60 тысяч отнимать. Хороший урончик. Хороший. Наконец-то у меня и на лаве. Мы там, может быть, на секунду, на две будем быстрее фармить все это дело, потому что душегуб здесь больше не первая эволюция, а второй. И шапки бы тоже вторую эволюцию. Да, блин, на всех ресурсов, короче, не накопишь. Так, ну давай что-нибудь поржем. У меня миносик где-то здесь стоит, да. Давай минос на кого-то заменим. Так, заменим на... Заменим на... Давай, короче, здесь горгула какого-то поставим. Давайте поржем, запустим ае-волну. Вот так вот. Хорошо. Запустим ае-волну и посмотрим, сколько мы продержимся. Дрим составом. Что у меня тут? У меня здесь одержимый, у меня здесь вальтор, душегуб, череп, капитан Дрейк и расстановка для защиты на битве гильдий. Вот. И вообще посмотрим. Посмотрим на это чудо, что у нас тут будет происходить. Вот, конечно, мы ни хрена на самом деле не пройдем, но так чисто поугарать, понаблюдать за душегубом вполне, я думаю, что можно. А у нас хилер есть, да, но горгул как бы будет хилить только часть героев, да, то есть до туда он дотягивать не будет. Хотя, не, видите, до черепа он не дотягивает, но хотя черепа и хилить-то не надо. У него там руны утекания. Вот, главное, чтобы этих хилил. Ну, душегуба надо хилить, душегуб хилиться не будет. А карасика у меня здесь тоже не стоит, потому что карасик у меня, если я не ошибаюсь, стоит на аресе. Короче, ну, душегуб у нас тут недолго проживет, вот его смерть рванула. Печаль, тоска. Так, капитан Дрейк и... Капитан Дрейк тоже, получается, у нас без хила. Ну, вот из этих трех героев верхних останется только череп. Вот. Знаете, снизу они могут сами себя отхилить. Ну, да, останутся герои только, которые сами себя могут отхилить. Печалька, печалька. Слушай, ну, а Е2 волну прошли, да? А Е2 волну прошли. Ну, норм, норм, норм. Нормульно, нормульно, нормульненько. Да, отличненько. Отличненько. Дальше, что у нас тут получается? Так, 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 так. Давай, хочется больше мяса. Мясо, давай мясо! Эх! Эх! Супер-супер качественный контент, елки-палки. Эх! Эх! Ну, давайте! Чё вы там? Не ломайтесь, а! Вальтора сломали вообще, Вальтора сломали. Так, вот. Черепа. Черепа пытаются. А кто там рядом с черепом? А, капитан Дрейк ещё живой! Вы прикиньте, без отхила он просто, вы знаете, в течение волн снимают, 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 хпшечку снимают. А то он всё живёт, живёт, пипец, был бы тут карасик, сейчас бы, этот капитан Дрейк вообще был бы, был бы жив и невредим. Ну, тут, конечно, да. Тут, конечно, да, вот. Ну, а что тут сделаешь? Что тут сделаешь? Эх! Печаль, тоска! Ладненько, друзья, короче, так, поугарали. Конечно, можно собрать там нормальный состав, немножко сдвинуть таблеточки, чтобы они поближе друг к другу были. И я уверен, что я волну, моими героями, даже с такой распиздельской расстановкой, можно вполне легко пройти и без тыквы там, и просто подбором разных героев. Ну, на этом всё, я вам пожелаю удачи.